Всем привет! В этом видео мы проведем подробное сравнение оболочек Realme UI 3.0 и Realme UI 2.0. В примере у меня будет Realme GT с официальной Realme UI 3.0 и Oppo Reno 3 Pro с ColorOS 11. Но это та же Realme UI 2.0, в принципе никаких отличий здесь не будет. И вместе с этим мы сравним еще старую и новую оболочку, так как если вы не знаете, то Realme основана на ColorOS. Поэтому давайте начнем, чтобы особо долго не затягивать. Посмотрим для начала на рабочий стол. Вот так он выглядит. Особых изменений нет. Это у нас быстрый просмотр на Oppo у меня старая версия, на Realme уже более-менее актуальная, почти финальная, релизная. По значкам, если сравнить по настройкам, у нас немного их перерисовали. Здесь они более в 2D смотрятся, здесь уже больше 3D, то есть более объемные. По настройкам рабочего стола, здесь у нас идет полностью цветной фон, здесь уже прозрачный. Также здесь 4 значка, здесь 3. По значкам, теперь у нас полный фон, здесь остался тот же самый, что и был. По виджетам, откроем виджеты. Вот так оно выглядит. То есть на Android 12 теперь все смотрится на весь экран. И добавлять, управлять намного удобнее. Так же самое здесь, чтобы изменить настройки, нужно нажать либо готово, либо вернуться назад. Здесь просто на рабочий стол нажать. На пустую область. Панель уведомлений открывается таким образом. Свайпом вниз, если это главный экран. На Android 12 это полностью на весь экран открывается. На Android 11 некоторые области все еще заблюрены. Здесь время отображается в левом углу, здесь посредине. Так же самое, здесь есть погода, здесь погоды все еще нет. Значок редактирования пользователей области и настройки так и находится. Здесь, в таком плане. Также видим, что значки сами стали немного больше. Цвет настраивается в меню персонализации. В таком плане. Также добавили выход мультимедиа. И кнопки доступ к камере, доступ к микрофону. То есть прикрываем возможность снятия или записи звука. Также у нас здесь быстрый просмотр. Повторю, здесь у меня старая версия, здесь новая. В принципе, в обзоре об этом говорил. Особо останавливаться на этом не будем. По меню всех приложений здесь особо изменений нет. Есть только небольшое отличие по дизайну. Здесь у нас размытый фон, исходя из нашего изображения рабочего стола. Здесь полностью однотонный фон. По управлению никаких изменений нет. Также в основном обзоре я не упомянул камеру. Хотя здесь есть несколько новых изменений. Откроем камеру. Посмотрим на профиле. Вот так она открывается. В таком формате. В принципе, по верхнему меню у нас особых изменений нет. Все зависит от вашей модели смартфона. Но, что интересно, теперь во вкладке «Еще» у нас добавили возможность редактирования этой области. То есть мы можем перетащить нужные нам режимы ближе, либо их убрать. Так же самое, дополнительные режимы можно вывести в самый верх. Здесь это не редактируется. Так же самое, перейдем в настройки. Здесь добавили возможность уменьшения размера файла переконнентированием его. Свой формат. И так же самое с видео. Высокоэффективного кодирования. В таком плане, все остальные настройки без изменений. Так же по галереи. Теперь она выглядит вот так. На новой версии можно выбрать порядок сортировки. Настройки. Сначала старые, сначала новые. В старой же версии этого нет. Настройки практически здесь никаких нет. Так же самое есть перебразовка тех фото, которые мы делаем в новой фотокамере и видео. И стирание персональной информации. То есть экзив данных. Теперь посмотрим на меню настроек. Вот так оно выглядит. На Android 12 теперь значки у нас с однотипными иконками, сделанными в один цвет, который можно менять в меню персонализации. На Android 11 все было более уникальное. У каждой иконки был практически свой уникальный цвет. В принципе по настройкам здесь особо останавливаться не буду. Обзор вы мой уже видели. Только расскажу о тех изменениях, которые действительно здесь появились. Так же меню персонализации у нас немного перерисовали. Теперь оно выглядит вот так. Хотя на Android 11 оно нравилось мне больше. В таком плане. Основные иконки у нас выведены в блоке. Здесь же все было в блоках. Ниже текст. Так же по обоям я еще не рассказал то, что если мы ставим статические обои, то после можно на их основе выбрать себе цвета для основной темы. Выбираем здесь палитру. Перетаскиваем иконки. Наподобие как это было создание своих собственных обоев. И после у нас идут свои цвета. В принципе особых здесь изменений нету, но небольшая такая фишка. И так же само у нас переработали меню обоев. Теперь все смотрится намного удобнее. По темам ничего не поменялось. И вот так выглядит сейчас всегда включенный дисплей. Его сделали более компактным. Теперь все отображается в соответствующих категориях. Не нужно листать в самый низ, искать какие-то часы, темы. Все удобно расположено в одном меню. Варианты отображения, информация, варианты отображения, то есть энергосбережения. И так же само в Android 12 добавили пару новых персонализированных тем. В таком плане. По значкам отображается все вот так, как на главном экране. Быстрые настройки, то есть панелька уведомлений. Цвет там. Вот так. Размер шрифта, масштаб. В таком плане анимация отпечатков. Вот здесь. В принципе, никакого отличия. Световой сигнал на кромке. На кромке. Также главный экран и экран блокировки. В принципе, без изменений. Все как было, так и осталось. Ну, а на Android 11 у нас еще здесь есть пункт для всегда включенного дисплея. В 12 его отсюда убрали. И это правильно. Также экран и яркость. Здесь много перерисовали режим переключения. Видим, что на Android 12 идет более быстрое переключение. По настройкам. Есть небольшие отличия в блеклых цветах. Но это же зависит от дисплея самого смартфона. По другим настройкам здесь, в принципе, все как было, так и осталось. Еще. Световой режим экрана. Вывод на экран. Частота обновления. Также по звукам и вибрации у нас переработали стиль качеля громкости. Вот так он сейчас отображается. В принципе, мне новый стиль очень даже нравится. По стали настройкам без изменений. Dolby Atmos. Вот так он отображался на моем Oppo Reno 3 Pro. И сейчас отображается. На новых же моделях серии GT это меню было. И, в принципе, оно должно появиться и для других моделей. Далее. Уведомления и строка состояния. Показывать расход трафика. Поднимите вниз. Показывать время. Здесь времени нет. Быстодействие сети в реальном времени. То есть скорость скачивания и закачки. Отображать процент заряда. Это в другом меню. Значки уведомлений. Значки состояния. Также, да, на Realme есть отличная функция. Это убирать значки подключения. Например, мы не хотим, чтобы у нас постоянно горел значок Wi-Fi. Мы его убираем. Это было и ранее. Просто на Oppo такую функцию завезли только для нескольких моделей. По управлению здесь, в принципе, без особых изменений. Больше. Разрешите откладывать уведомления. Все остальное так и осталось. Пароль и безопасность. На новой версии у нас они и в блоках показываются. Здесь все по-старому. Также принесли безопасность системы и управление паролями. Кроме того, мы видим, что у нас переработали меню конфиденциальности. Более подробно я о нем рассказывал в своем обзоре. Просто кратко покажу. У нас есть доступ к камере, микрофону, блокировка приложений, скрыть приложение, файловый сейф, клонирование. Другие настройки. Здесь то же самое, но без некоторых функций. Идем дальше. Безопасность пропускаем. Безопасность в экстренные случаи. На Android 11 это есть, но в очень урезанном варианте. Показывать не буду, так как бесполезно. Местоположение, в принципе, также без изменений. Ничего не поменялось. Давайте батарею посмотрим. Батарею меню переработали. Теперь отображаются более подробно. Режимы энергосбережения также без изменений. Но здесь добавили график. На старой же версии у нас идет просто вот такой список. Ну и также у нас здесь есть несколько вариантов по оптимизации батареи. В Android 11 это все делается через диспетчер телефона. Так, движемся дальше. У нас теперь новое меню специальные функции. Здесь у нас умные сервисы и удобные инструменты. Видим, что у нас специальные функции гибкие окна, быстрый запуск, смарт-панель, упрощенный режим, детский режим. Все находится в этом меню. Здесь у нас также все отображается старым списком. То есть объединили несколько меню в одно. Далее приложение. Список здесь его более удачно сгруппировали. Здесь все еще все хаотично. Хотя пользовались и никаких проблем не возникало. По клонированию у нас в принципе здесь особых дней нет. Все еще поддерживается в основном только мессенджеры. Но непонятно зачем добавили Google Pay. Если вы знаете, то напишите ниже об этом в комментариях. Далее системные настройки. Доп-настройки. Язык регион. Дата-время. Клавиатуры. Сюда вывели навигацию по системе. Те же самые удобные инструменты. В таком плане. Для разработчиков. Здесь меню то же самое, но просто новые функции добавили. И есть еще меню питания для управления. Меню при нажатии на кнопку выключения. В Android 11 это меню тоже есть, но только для умного дома. Например, Mi Home и какие-то устройства. О телефоне. Новый стиль мне нравится больше, хоть он и похож на MIUI. Но здесь информация показана в более удачном виде. Здесь также вывели раздел памяти. Он у нас отображался ранее в основном меню. И небольшое изменение в виде этой полоски с отображением занятого места. В принципе это все. На основные отличия мы посмотрели. По другим системным приложениям, думаю, особого смысла останавливаться нет. Если будут еще какие-то вопросы, то задавайте их ниже в комментариях. А я надеюсь, что это видео было полезным и информативным для вас. Если будут еще какие-то вопросы, то задавайте их ниже в комментариях. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание и до встречи.